Девушки отдыхают Я сегодня хочу говорить на тему, с которой мы сталкиваемся каждый день Это Божья любовь и разочарование в нашей жизни Вы когда-нибудь задавали себе вопрос, как часто мы разочаровываемся? Происходит это раз в год Может быть раз в два года, может быть раз в месяц Или возможно это происходит каждый час Что вы скажете? Может быть стоит об этом думать, может быть не стоит Это зависит от человека, от его характера Каждый из нас отличается от другого, каждый проходит разные обстоятельства в своей жизни Но факт состоит в том, что каждый из нас когда-то разочаровывается И эти разочарования тоже отличаются друг от друга Иногда мы разочаровываемся из-за того, что у нас были определенные ожидания Мы пытались чего-то достичь, мы думали, что с нами что-то произойдет Это не произошло, и мы разочаровались Иногда мы разочаровываемся в человеке, на которого мы слишком надеялись И вдруг он не сделал что-то, что мы от него ожидали Есть различные разочарования в нашей жизни И одно из разочарований, которое самое болезненное Это когда ты являешься источником разочарования Возможно на тебя понадеялись И ты действительно подумал, что ты способен на это И ты и пытался Но вдруг что-то произошло, и все разрушилось и сломалось И тогда ты чувствуешь себя разочарованным И чувствуешь, что тебе стыдно Потому что кто-то от тебя что-то ожидал, а ты ничего не сделал И возможно ты очень сильно старался и приложил к этому все свои усилия Но результат не улучшился от этого Но есть также и другое разочарование Но есть еще другой вид разочарования Возможно у нас были какие-то ожидания от Бога И ты надеялся, что Бог что-то сделает, но этого не произошло Ты от самого Бога что-то ожидал, но этого не произошло Насколько это может ранить твое сердце Есть очень много различных разочарований в нашей мире Я хочу поговорить об одном событии, которое описано в Новом Завете в книге от Матфея Давайте мы откроем Матфея 26 главу С 69 по 79 стих 26 глава С 69 по 75 стихи Я знаю, что многие знают о каком событии здесь идет речь Здесь говорится про Шимона Давайте мы прочитаем на русском языке, чтобы сэкономить время С 65-го, да? С 65-го И Петр сидел вне на дворе И подошла к нему одна служанка и сказала И ты был с Ешуа галилеянином Но он отрекся перед всеми, сказав Не знаю, что ты говоришь Когда же он выходил за ворота, увидела его другая И говорит бывшим там И этот был с Ешуа на зарее И он опять отрогся, склятывая, что не знает сего человека Немного спустя подошли и стоявшие там и сказали Петру Точно ты из них, ибо и речь твоя обличает тебя Тогда он начал кляться и божиться, что не знает сего человека И вдруг запел петух И вспомнил Петр слово, сказанное ему Ешуа Прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня И вышит вон, плакал горько Здесь есть события, когда Петр отрекается от Ешуа Не один раз он отрекается от него несколько раз Раз за разом И в конце концов мы читаем, что он вышел вон и плакал горько Это очень драматическое событие Это тот момент, который изменил всю жизнь Шимона в один момент Изменил все его мысли Его отношения И изменил его изнутри И я спрашиваю себя, почему он плакал? Почему он просто разрыдался? Возможно, он понял, что Ешуа есть истинный пророк Потому что Ешуа ему предсказал, что так оно и произойдет И возможно, он плакал из-за того, что он думал Что он сильный, но его характер противоречит его словам Потому что день до этого он сказал Я свою жизнь готов положить за тебя, Ешуа Даже если все от тебя отрекутся Я не отрекусь, я останусь верным Но и что тут он делает? С легкостью отрекается три раза Возможно, из-за этого он плакал Или, может быть, он понял всю глубину проблемы Глубину того горя, которое случилось с ним Что он отверг Машиаха Этого обещанного человека На которого он возложил все свои надежды Это было очень глубоко в его сердце И неважно, какова была причина Почему он плакал Возможно, все мысли перепутались у него в голове Но он понял, что он сделал Это один из примеров, которых мы читаем в Писании Но похожие вещи происходят с нами каждый день Мы получаем разочарование Иногда мы разочаровываемся из-за того, что мы сделали И очень сложно с этим жить Для Шимона, Петру было сложно с этим жить Подумайте, как его друзья Остальные ученики Иешуа Отнеслись к этому Как они смотрели на него Может быть, даже ему каждый день напоминали об этом Возможно, люди в его окружении Напоминали ему, что он сделал Помнишь, как ты говорил, что ты свою жизнь отдашь? А что произошло в конце? Возможно, когда он проходил мимо Люди указывали на него Смеялись над ним Говорили кукарику Для того, чтобы напомнить это событие И все это он принял в свою жизнь И продолжал с этим жить Я спрашиваю даже про Петра Какова была истинная причина Почему это произошло? Какие у нас есть причины Что мы разочаровываемся Когда мы являемся источником этого разочарования? И одно из этих Это наша гордость Петр был очень уверен сам в себе У него была гордость Помните, Иешуа 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 сказал, что ты, Шиму, назовешься Кифа Камнем И на этом камне я построю свою общину С одной стороны Иешуа пророчествует и дает ему силу Этими словами И с этой силой он идет по жизни Это превозносит его гордость также Он был очень уверенным в себе И он был уверен в своей верности к Иешуа И эта гордость Из этой гордости он потерпел поражение Очень много есть мест Писания в Псалмах Говорится Там есть такое местописание Что гордость предшествует падению А смиренный дух Понятное значение Наша гордость Это то, что происходит в нашей жизни Я хочу вам из своей жизни рассказать Со мной произошло несколько дней назад Не совсем с этим связанное У меня был телефон Простой китайский телефон Три года я им где-то уже пользуюсь А мои дочки Все время у меня просят новый телефон И после месяца его ломают Всегда у них почему-то Держится экран месяц-два И все Больше не держится А я им все время говорю Не, ну вы посмотрите на меня Три года я уже хожу с этим телефоном И он падает И ничего с ним не происходит Я в этом прям чувствовала гордость И пару дней назад Вот он упал И просто разбился в дребезги И я смотрю на этот разбитый телефон И тут же вспоминаю Как я их в этом упрекал постоянно Мы также иногда судим другого человека Потому что иногда Мы слишком уверены в себе Больше чем нужно Есть такое место в Писании Тот, кто стоит, бойся того Чтобы не упасть Смиренный дух Это то, что ведет нас вперед Поэтому гордость Это одна из этих причин И то, что я сказал до этого Иногда мы возлагаем Свою надежду на человека На кого мы еще можем надеяться В этом мире? Мы надеемся на других людей Ты думаешь, что этот человек Поможет тебе в этом случае Другой человек в другом случае Когда у тебя определенная Проблема, ты к определенному человеку Обращаешься И ты знаешь точно Кому с чем обратиться Но вдруг что-то не получается И тогда ты получаешь разочарование Потому что ты возложил Свою надежду на человека Есть очень много мест Писания В Танахе, где написано Что наша надежда должна быть на Бога И есть место Писания И есть место Писания, где написано Что если ты Понадеялся на человека То ты упадешь И сегодня мы даже пели Такую песню Что если я возлагаю Свою надежду на Бога Он меня не разочарует Потому что это лучше Надеяться на Бога Чем на человека Но я вот задаю такой вопрос Есть действительно люди Которые на Бога Возложили свою надежду И ничего не произошло Есть люди, которые оставляют Свою веру из-за этого Потому что они разочарованы Возможно, ты ожидал исцеления А Бог не исцелил твою маму Или сына, или дочь, или мужа Но ты так сильно молился Ты всю свою надежду Возложил на Бога Но ничего не произошло И в такие моменты Тоже приходит разочарование И тогда задается вопрос Что нам К чему это ведет И что с этим делать Часто, когда мы разочаровываемся Неважно, из-за какой причины Мы просто опускаем руки Ты прекращаешь делать То, к чему призвал тебя Бог Ты прекращаешь делать Какие-то действия Которые ты делал до этого Ты прекращаешь Вкладывать силы И Петр, после того, как это произошло То он понял, какой он камень Какой я камень И какой я не камень Тряпкая И ты получаешь И ты получаешь разочарование И это еще больше Вгоняет тебя в депрессию Ты уже не хочешь служить Богу Иногда ты не знаешь И ты даже не хочешь Продолжать делать То, что ты делал до этого Другая сторона Это когда человек Иногда согрешил И он чувствует Что ему стыдно И чувствует Что он больше не достоин И это так же Его начинает Вгонять в депрессию Он чувствует себя Разочарованным Беспомощным И потом он делает Еще один грех И он говорит Какая разница И так я уже грешу Так я продолжу Какая разница Что уже произойдет В любом случае Я уже нахожусь В этом грехе И тогда еще один грех И еще один грех И тогда грехи Наполняют его жизнь И это распространяется Как проказа Твое сердце Становится более грубым Ты уже не можешь Выйти с этого Собой Делать или не делать Происходит внутренняя война Это происходит С каждым человеком И тогда когда грех И тогда когда грех наполняет Твою жизнь Очень трудно Выйти оттуда Такой человек Отходит от Бога Потому что в конце концов Он смотрит на себя И понимает Какой же я верующий Или другой человек Или другой человек Настолько привыкает К своим дурным поступкам И ему уже не важно У него уже нет цели И почему Зачем ему меняться И он продолжает Свою жизнь И как мы можем Выйти из этого Мы нуждаемся В исцелении от Бога Только Бог Может исцелить Наше разочарование От стыд Который есть внутри В Тории В главе Где написано Про проказу Написано Что когда проказ Распространилась На теле человека Его нужно привести К священнику И когда грех Наполняет Нашу жизнь Грех Который делает Наше сердце Каменным Это как та проказа Тебе нужно Прийти к священнику И сегодня Леон В начале собрания Напомнил нам Что у нас есть Великий первосвященник Ишуа Мессия Тот священник Который живет Во веки веков Тот священник Которому можно Прийти каждый день И Он всегда ждет Бог всегда тебя ждет Он всегда готов Дать тебе еще один шанс И еще один шанс И Он даст тебе Столько шансов Сколько нужно Только приди к Нему Пока ты живешь На этой земле У тебя есть надежда И шанс Но есть проблема Что сердце Может настолько Очерстветь Что ты просто Не захочешь Прийти к Нему Поэтому не Приходите В такое состояние Я хочу Передать вам Это слово Что всегда У нас есть надежда Неважно В каком положении Вы находитесь Бог готов Дать вам Исцеление Написано Про Петра Что в конце Ишуа Подошел К нему Мы читаем Это В Евангелии От Иоанна Давайте вместе Прочитаем Из 21 главы С 15 по 17 стихи После того Как Ишуа Воскрес Измер 21 глава После того Как Ишуа Воскрес Он понимал Что Шимон Не может Постоянно Ходиться Этим стыдом Внутри себя И он должен был Как-то ему Помочь И вот написано Здесь Лехар Шехлу Эмар Ишуа Лешимон Кипа Шимон Бен Йоханан האם אתה אוהב אותи יותר Мо Мо Ишев Ло Кен Эдони Эта יודע Шאני אוהב Отка Эмар Ло Ишуа Ра Эт Тлеа Шеал Лото Пам Шнея Шимон Бен Йоханан האם Айм Ата Охаб Оти Ишев Ло Кен Эдони Ата Юдэ Шээ Аня Охаб Оти Эмар Ло Ишуа Наг Эт Суани Шеал Лото Пам Шлищит Шимон Бен Йоханан Айм 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 Ити Цев Кипа Ал Ше Шэл Айм 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 Итут Написано Когда же Они Абедали Ишуа Говорит Симону Петру Симон Ион Любишь Ли Ты Меня Больше Нежели Они Петр Говорит Ему Так Господи Ты Знаешь Что Я Люблю Тебя Ишуа Говорит Ему Паси Агн Моих Еще Раз Говорит Ему Симон Ион Любишь Ли Меня Петр Говорит Ему Паси Овец Моих Говорит Ему В третий Раз Симон Ион Любишь Ли Ты Меня Петр Опечалился Что В третий Раз Спросил Любишь Ли Ты Меня И Сказал Ему Господи Ты Все Знаешь Ты Знаешь Что Я Люблю Тебя Ешуа Говорит Ему Паси Овец Моих Не просто Так Ешуа Спросил Ему Три Раза И И он Также Напоминает Ему Он Говорит Любишь Ли Ты Меня Больше Чем Другие Он Как Будто Возвращает Его В то Время В то Время Когда Они Ужинали И Петр Сказал Я Готов Свою Жизнь Отдать За Тебя Он Возвращает Его В то Время Когда Он Отрекся От Ешуа Три Раза И Тогда Он Спрашивает Действительно Ты Любишь Меня И Тогда Петр Отвечает Сам Себе Я Люблю Этот Ответ Сначала Был Для Петра Для Самого Да Я Готов Продолжить Я Готов Найти Силы Для Того Чтобы Продолжить Я Готов Найти Силы Чтобы Измениться И Тогда Ешуа Показывает Ему Путь Он Говорит Паси Овец Моих И Направля Их Продолжают Тем Путем Которым Ты Пошел Сначала Иногда Бог Возвращает Нас На то Место Перед Которым Мы Согрешили Возвращает В то Место Где Он Дает Еще Одну Возможность Чтобы Показать Ему Свою Любовь Божья Любовь Помогает Нам Преодолеть Любое Разочарование И Любой Стыд Она Дает Нам Новые Силы Но Очень Важно Что Есть У Вас В Сердце Еще Один Промер Который Мы Видим Про Иуду Искариот Он Каким То Определенным Способом Тоже Предал Ешуа Но Что С Ним Про Зошло Он Пошел И Повесился Есть И Такой Результат Потому Что Ты Чувствуешь Себя Бессиленным И Ты Не Понимаешь Что Тебе Делать Он Предал Своего Мashiach И Тебе Тебе Священники Которые Были С Ним Вместе Они Тоже Отказались От Него Сказали Как Нам Все Равно Что С Тобой Будет Нас Уже Это Не Волнует Это Уже Твои Дела Ты Предал Делай Что Хочешь И Тогда Сердце Настолько В Сердце Происходит Разочарование И Возможно Оно Настолько Черствеет Что Человек Уже Не Видит Другого Способа И Мы В Нашем Мире Знаем Что Люди Часто Кончают Жизнь Само Убийством Потому Что Человек Думает Что Всем На Него Наплевать Но Богу На Тебя Не Наплевать Он Говорит Если Ты Любишь Меня Я Тебя В Любом Случа Всегда Буду Любить Божья Любовь Не Зависит Ни От Чего Божья Любовь Существует Потому Что Таков Его Характер Неважно Что Ты Сделал Бог Всегда Простирает Тебе Руку И Говорит Приди Приди Я Хочу Исцелить Тебя Есть Такое Место Писание Оно Написано И в Исай И От Матфея Бог Знает Каждого Из Нас Он Знает Твое Нежное Состояние Насколько Ты Разочарован Насколько Ты Отдалился От Него Возможно Что Тебе Уже Все Равно Что Там Звогом Но Он Говорит Если Ты Найдешь Себе Хоть Одну Маленькую Искру То Я Могу Разбудить Его Я Могу Из Него Сделать Большой Огонь Я Хочу Это Сделать Только Открой Сво Сердце Если Ты Думаешь Что Ты Умираешь Я Готов Исцелить Тебя Если Ты Думаешь Что Ты Хромаешь Я Могу Исцелить Тебя Не Имеется В В Физическое Но Когда Когда Ты Думаешь Что Ты Не Настолько Совершенен Как Хотел Быть И Вот Это Эти Слова Однодломленная Трость Также Говорились Про Египет Когда Израиль Надеялся На Египет Бог Говорил Вы Надеетесь На Трость Надломленную И Что Может Сделать Только Пронзить Тебя И Возможно Он Возвращает Нас К Тому Месту Что Когда Мы Возложили Нашу Надежду На Людей Они Разочаровали Нас Он Говорит Ну Я Готов Все Исправить Я Могу Дать Тебе Новую Надежду Я Хочу Прочитать Одно Место Писания Из Книги Из Послания К Евреям И Это Ободрение Для Всех Вас Есть Пасок Шекотов Беперек Штей Местер Беперек Штей Местер В 12 Главе В 12 Стихе Здесь Написано Местер 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 Итак Укрепите Опустившиеся Руки И ослабевшие Колено И ходите Прямо Ногами Вашими Для Бехром Ли Ще Не Свертилась А Лучше Исправилась Он Говорит Укрепите Опустившиеся Руки Укрепитесь Бог Дает Вам Что-то Новое Он Призывает Вас Продолжать Он Напомнит Ваше Сердце И Вашу Душу Своей Любовью И Даст Вам Новую Надежду Я хочу Чтоб Мы Помолились И Потом У Нас Есть Вечеря Господня Давайте Мы Встанем Отец Наш Царь Наш Мы Часто Исполнены Разочарования Мы Часто Наполнены Стыдом Где Мы Сломались Сами Где Мы Предали Тебя Где Мы Вообще Не Познали Тебя Но Мы Понимаем Или Пытаемся Понять Что Твоя Любовь Настолько Велика И Ты Хочешь Дать Нам Новую Жизнь Если Здесь Есть Люди Которые Не Знают Бога Или Находятся В таком Состоянии Которым Я Говорил То Вы Можете Закрыть Глаза И Помолиться Вместе Со Мной Отец Мы Благодарим Тебя За И Потому Что Он Наш Великий Первосвященник И Мы Приходим К Тебе Через Него И Мы Просим Прощения Мы Просим Чтобы Ты Обновил Наши Дни И Помоги Нам Познать Тебя Ближе Наполни Нас Святым Духом Чтобы Мы Могли Ближе Приблизиться К Тебе Чтобы Мы Могли Укрепиться И Действительно Быть Достойными Стоять Перед Тебой И Я Молюсь Чтоб Ты Убрал Любое Разочарование Из Наших Сердец И Чтоб Ты Исцелил Наши Сердца Отец Прости Меня Я Хочу Вернуться К Тебе Потому Что Ты Мой Отец Который Простираешь Свою Руку Помоги Мне Крепко Держать Твою Руку И Вытащи Меня Из Глубокой Ямы Мы Молимся Во имя Ишо Мессии Аминь Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова